Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале экзегет начинаем читать книгу пророка Михея. О человеке, чье имя эта книга носит, неизвестно почти ничего. В отличие от Амоса или Исаии, Миха, так зовут пророка Михея. Михей — это то имя, которое мы привыкли по синодальному библейскому переводу, на еврейском языке это имя звучит Миха. Так вот, о человеке, имя которого эта книга, книга Михея носит, мы не знаем почти ничего. Миха сам не описывает своего пророческого призвания. В отличие от Осии, ничего не говорит и о собственных чувствах. Не знаем мы ни имени отца, ни рода его занятий, ни каким было его социальное положение. Иногда некоторые авторы, видя вот в этом отсутствии указания на социальный статус пророка, усматривают о том, что этот статус был невысок. Ну, как, например, в надписаниях книг Амоса, Авдея или Наума также не упомянуто имя отца пророка. Ну, ведь и в наши времена так часто бывает. Вот, например, в поселке Келла, где мне довелось побывать 22 года назад, это столица Кетов, столица, условно говоря, кетского народа, в Сибири. Всем был известен житель, которого звали Михаил Михаилович Ириков. Михаил Михаилович Ириков. Но на самом деле, поскольку он был человеком к тому времени бездомным, и скитался по поселку, и не знал, где преклонить главу, то его никто не называл Михаил Михайловичем. Его звали все просто Мишка Шаман. Ну, Шаман, потому что он был внуком Шамана, такое прозвище ему и дали. Может быть, и низким был социальный статус пророка Михи, мы не знаем. Не знаем, был ли он низким или высоким. Известно лишь, что Михаил был морашти, как здесь сказано. В синодальном переводе он был моросфитянин, то есть происходил из селения, города или местности под названием Морешит. И узнаем мы также из надписания этой книги, из первого стиха, о том, что пророчествовал он в то время, когда иудеи правили цари. Иоафам, Ахаз и Езикия. Йотам, Ахаз и Хиския. Так звучат имена царей в библейском тексте. Некоторые комментаторы делают предположение, что Михаил был мелким землевладельцем или одним из старейшин вот этого городка или села под названием Морешит. Ну, другие, что он был безземельным пролетарием, добывавшим себе пропитание сезонными земледельческими работами или нанимавшимся пасти чужие стада. Некоторые видят в мехе священника и левита, но таких авторов немного. Авторы всех этих гипотез пытаются опираться на текст пророческой книги. Однако в самой книге мехи, как мы увидим, нет никаких ясных указаний на сей счет. И вообще отсутствуют какие бы то ни было биографические сведения о пророке, за исключением того, что сообщает нам надписание, содержащееся в самом первом стихе этой книги. Слово Господне, которое было к мехе, мурашти, водне, йотама, ахаза и хискии, царей иудейских, и которое открыто ему о Шамроне и Ярушалаиме. Так звучит первый стих книги. Поэтому согласимся, пожалуй, с современной исследовательницей книги «Двенадцати малых пророков» Донателлой Скайолой, итальянкой, которая считает все эти предположения о социальном происхождении и статусе пророка, цитирую, бесполезными и совершенно гипотетическими. И не будем строить догадок относительно того, кем был Миха. Ясно лишь одно – он был пророком Господним. Об этом ясно из содержания книги. По всей видимости, Морешет, селение, о котором упоминается в первом стихе, это то же самое, что Мореша 15 стиха первой главы и Морешет Гат, 14 стих первой главы книги. Археологи локализуют Морешу или Морешет в нынешнем национальном израильском парке Бейт-Гуврин. И там находится как раз тель под названием Мореша. Это район Шфилы. Это там, где низменность, поднимающаяся от Филистимской долины, она постепенно возвышается и восходит холмы, пологие склоны, чтобы затем перейти в Иудейскую пустыню, горную местность, в горы Иудейские. И вот между Иудейскими горами и Филистимской долиной располагается вот эта вот долина Шфила. И там как раз родина, малая родина нашего пророка Мехии, тель Мореша. Перевести Мореша или Морешет можно через русский термин «наследие», а Гат Морешет через наследственное точило, потому что точило — это гат, ну или наследственное давильня. Часто Морешет и Морешу книги Мехии отождествляют с Морешей, упоминаемой в книге Иисуса Новина в 15 главе в 44 стихе в списке городов, относящихся к куделу колена Иудина. В ряде рукописей книги Иисуса Новина там вот этот топоним, это название, оно без алиф, то есть мэм, рэш, шин и гей. Несколько раз упоминается о Мореше, также без алиф, в книге Паралипоменон, которая у евреев называется Диврей Айямим, книга-хроник или словеса дней, деяния дней. Но неясно, идет ли там речь о той же самой Мореше, что и в книге Мехии. Теперь об имени Меха. Имя Меха, мэм, ют, хав, гей, теофорное и представляет собой сокращение от Михаягу или Михаегу, что можно перевести как «кто как Господь», «кто как» плюс священная тетрограмма, священное четырехбуквенное имя. Другие сокращенные формы имени Михаягу засвидетельствованы в Танахе, их несколько. Пророка Меху, чье имя носит книга, не следует пути с другим пророком, с Михаегу, о котором повествуется в книгах Малахим, то есть в книге «Царств» и в «Диврей Айямим», то есть в книге «Паралипоменон», современником иудейского царя Йошафата и израильского царя Ахава. В привычной нам номенклатуре и нумерации это третья книга «Царств» 22 глава и вторая книга «Паралипоменон» 18 глава. Меха жил совсем в другую эпоху и был современником царей, как здесь сказано, царей Йотама, Ахаза и Ехискии. Правление этих трех царей, о которых говорится в начале книги, в написании этой книги, охватывает в общей сложности более чем полувековой период с 740 по 687 год до Рождества Христова. Таким образом, Меха пережил и братоубийственную Сиро-Эфраемитскую войну 735-734 года до н.э., а также пережил он гибель Израильского царства. Осада Шамрона, затем падение столицы Израильского царства, затем депортация ассирийцами жителей столицы Израильской Самарии, Шамрона, в пределы коренной Ассирии. Катастрофа Северного Израильского царства произошла в 722 году, то есть в то время, когда Иудей правил царь Ахаз. Ашур, Ассирия завоевали Израиль. Пророческое служение Мехи окончилось в долгое царствование Ихискии, или Хискиягу, так еще называется этот царь в Танахе. Нам его имя известно в произношении на русский манер как Езикия. Но когда точно, неизвестно. Быть может, пророк был свидетелем нашествия Синнахириба. В Танахе это Санхириф. Это нашествие произошло в 701 году. Может быть, он был свидетелем осады ассирийцами Иерусалима и чудесного избавления царства Ягуды от полчищ Ашшура. Это избавление описывается в 19 главе 4 книги царств, а также в 32 главе 2 книги Паралипоменон. Нам не дано этого знать. В книге пророка Мехи вообще трудно найти упоминания о каких бы то ни было конкретных событиях. Собранные в ней пророчества о Израиле, Иуде, Ашшуре, Мицраиме, то есть Египте, носят слишком общий характер. Их нелегко привязать к каким-то отдельным историческим событиям. Итак, служение Мехи приходится на вторую половину 8 века. Гибель в 732 году Дамасского царства, а в 722 году Израиля с легкостью растерзанных Ашшуром и поделенных на ассирийские провинции вселяли тревогу в сердца жителей южных соседей Израиля, то есть иудеев, жителей царства Ягуды. Всю вторую половину 8 века и в начале 7-го эта смертельная ассирийская опасность нависала и над этим в ту пору маленьким и слабым в военном и экономическом отношении государством. Как отвратить эту опасность, знали жившие в это тревожное время пророки. Им был открыт смысл происходящих с их поколением грозных событий. Они, будучи глашатаями Слова Господня, передавали своему народу не только суды Всевышнего и предупреждения о наказании Его народа. В их пророчествах звучит и надежда на спасение. На спасение от Ассирии и на спасение от всех врагов в эсхатологической перспективе, в будущем. В книге пророка Мехи содержатся обе эти вести. И весть о погибели, и весть о спасении. Впрочем, так почти в книге каждого из библейских пророков. Современниками Мехи были пророки Осия и Исайя, Ошея и Ешаяху. С книгой последнего, с книгой Исайи, у Мехи имеются, так сказать, параллельные места и даже один довольно пространный общий текст. Этот текст у Мехи содержится в начале 4 главы, а у Исайи в начале 2 главы. Эти тексты фактически совпадают, за исключением каких-то совершенно незначительных черт, деталей, служебных слов. Два этих пассажа у Мехи и у Исайи совпадают почти буквально. Кто кого цитирует? Михей цитирует Исайю или Исайя цитирует Михея? Вопрос этот, пожалуй, праздный. Мы все равно не сможем дать на него ответ. Они были современниками. Один жил в столице, в Иерусалиме, был, по всей видимости, из религиозной аристократии, это Исайя. Другой был провинциалом, жил в селении Морешет или Гат-Морешет. Они, возможно, не были близкими друзьями. И кто кого цитирует, и кто за кем следует, мы не знаем. Вполне возможно, что пророчество, которое они получили от Всевышнего, прозвучало для них одновременно. Они ведь могли одновременно получить одну и ту же пророческую весть от Бога. Итак, или независимо друг от друга получили от Господа они одинаковые откровения. Быть может, это была работа позднейших редакторов пророческих книг, обогативших книгу Исаии пророчеством Михей, или, наоборот, книгу Михей пророчеством Исаии. При помощи экзегетического инструментария, то есть рассматривая просто саму книгу, мы ответа на этот вопрос не получим. Да и неважно. Главное, что это пророчество прозвучало и не однажды, а дважды у Михи и у Ишаягу. В книге Михи находят продолжение основные темы книг Амоса и Осии. С Осией, Ошеа, Миху объединяет тема идолопоклонства Израиля, главный предмет обличений северным пророком, пророком Ошеа, своего народа. Как и Ошеа, Миха провозглашает божественный приговор над Израилем и объявляет о скором уничтожении северного царства. А вот тема правосудия и защиты угнетенных бедняков единит Миху с самым первым письменным пророком, Самосом, которого часто называют пророком социальной справедливости, который хоть и пророчествовал на севере, в израильском царстве, но был, как и Миха, южанином по происхождению. Разница в пророчествах Амоса и Михи лишь в объекте обличений. Амос обличает социальные язвы израильского общества, а Миха – иудейского. Согласно Михе, у Израиля и у Иуды не одна и та же вина. Израиль обличается Михой по преимуществу в идолопоклонстве, хотя и Иуда не свободен был от обвинения в культового характера, а Иуда по преимуществу обличается в социальной несправедливости, ну а также в коррумпированности правосудия. У Амоса ровно наоборот. В идолатрии виновен Иуда, а в социальной несправедливости – Израиль. Стоит сравнить вторую главу книги пророка Амоса с тем пророчеством и с той пророческой проповедью, которая звучит у Михи. Пророчество Михе о разрушении Иерусалима и находящегося в нем храма Господня, содержащейся в третьей главе, произвело на жителей Иуды столь сильное впечатление, что и спустя столетия их потомки, отцы города, будут помнить об этом пророчестве. Пророчество Михе о разрушении Иерусалима и находящегося в нем храма Господня, содержащейся в третьей главе книги, произвело на жителей столицы Иудейского царства столь сильное впечатление, что и спустя столетия Их потомки, отцы города, помнят об этом пророчестве. Об этой памяти мы узнаем из 26 главы книги пророка Иеремии. Они буквально цитируют пророчество Михея и говорят о нем. Были ли пророчества Михеи записаны им самим, или труд записей этих речей взяли на себя ученики пророка, мы этого не знаем. Да это и не важно. Важно, что его речи дошли до современников пророка и до последующих поколений иудеев, а через них дошли и до нас, до народов, к которым также обращено пророческое слово Михея. Слушайте все народы, говорит Михей во втором стихе первой главы разбираемой нами книги. Запись делается для библейского портала Экзегет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!